Добрый вечер на интрии информационные итоги дня в подробностях в студии Владимир Андреевский. Сегодня в программе. Добрый вечер на интрии. Добрый вечер на интрии. Обушевавшие стихии напоминают лишь сломанные ветки деревьев. Один человек погиб до более 20 получили тяжелые травмы в результате аварии в Китае на автомагистрале возле города Лишунь. Грузовик на полной скорости уехал в пассажирский автобус. В момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в автобусе. Зрелище жуткое. На кадрах водители несколько пассажиров вылетают из окон. На остальных бросают кого куда. Виновник ДТП, скорее всего, водитель автобуса. Он пропустил поворот и решил сдать назад. 25 человек оказались на больничной койке в результате столкновения двух маршруток в Тернопольской области. Автобус с людьми по непонятным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автобусом. Детали у Инны Белецкой. Авария произошла в пяти километрах от райцентра Шумск. Передние части маршруток изувечены. Три бригады скоро едва успевают оказывать помощь пострадавшим. Очень радостно также лекарям. Какие-то лекарки могут остановиться. Он помог проводить сортирование. И молодые лекарки. Ну, лекарство дети не может сказать. Мы не могли их заплатить призрачами. Им очень радостно. Маршрутки столкнулись на спокойном участке между двумя райцентрами Шумском и Кременцем. Дорога здесь ровная, без поворотов. Да и состояние ее вполне удовлетворительное. Ни ям, ни ухавов. Не ясно, зачем водителю автобуса понадобилось резко менять направление движения. Не находит объяснений. Этому и водитель другой маршрутки. Он в шоковом состоянии. Виновник ДТП в реанимации его жена утверждает утро. Муж чувствовал себя нормально. Пассажиры думают, что всему виной техническая неисправность. Пока идет следствие. С места аварии в Шумскую райбольницу привезли 25 пострадавших. Ветерых уже отпустили домой. Восьмилетнего Андрюша сотрясение мозга вместе с бабушкой и младшей сестрой. Они ехали сюда, в Шумскую больницу, на медосмотр перед школой. Теперь мальчику предстоит провести здесь остаток летних каникул. Врачи не исключают, что количество пострадавших может возрасти, ведь из-за шокового состояния к ним могли еще не все обратиться. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Тернопольская область. 14 человек пострадали в дорожной аварии под Феодосией. На повороте к селу Владиславовка грузовой газ врезался в пассажирский автобус. От удара оба опрокинулись на бок. Пассажиров автобуса с отрясениями, ушибами и рванными ранами доставили в больницу. Известно, что среди пострадавших 9 граждан России, 2 белоруса и трое крымчан. Водитель грузовика объясняет, отказали тормоза и пришлось уйти навстречу. Кроме автобуса, газ задел еще 2 автомобиля. Выпил не до, а после аварии. Так говорит водитель Лексуса, сбивший в марте этого года во Львове двух женщин. Одна из них погибла. Свидетели утверждают, что водитель был пьян уже в момент аварии. Кому же верит прокуратура? Разбиралась Мария Глушко. Трагедия произошла вот на этом перекрестке. Водитель Лексуса на скорости вылетел на тротуар и буквально прижал двух женщин к металлическому ограждению. Вот такая вот, бачите, как девчинка у меня была. Гарно. Ельза Викторовна до сих пор не верит. Ее же нерадостной Наталье больше нет в живых. Она погибла под колесами того самого Лексуса. Пять лет условно и год без водительских прах. Такой был приговор суда пьяному водителю. Но уже после вердикта прокуратура вдруг решила доказать. Виновник ДТП выпил не до, а после аварии. Прокурор, незважаючи на то, что есть выяснения судово-медичной экспертизы, что черный был пьяный. Но прокурор каже, что судом не доказано, что черный в момент на езду был пьяный. Эти кадры сделаны сразу после ДТП. На них видно, как разъяренные очевидцы пытаются устроить над пьяным водителем самосуд. Подруга погибшей, которая тогда тоже попала под колеса Лексуса, уверяет, водитель еле держался на ногах. Но в прокуратуре свидетельств очевидцево внимания не приняли. Их даже не пригласили на судебное заседание по делу. А вот словам водителя прокурор поверил охотно. У нас нет фактов, что сам и он сам ствердит, что он также вживал алкогольные напои. Но вживал алкогольные напои, будучи на месте подъема после выполнения дорожной транспортной пригоды в салоне своего автомобиля. Львовский юрист Петр Кравчук с таким поворотом событий сталкивается впервые. Говорит, обычно прокуратура ищет все обстоятельства, которые доказывают вину подсудимого, а не оправдывают его. За теорией права, вживание алкоголя на месте ДТП до проведения судово-медичного исследования есть равнодушное вживание алкоголя на момент управления автомобилем. Юрист уверен, такой ход прокуратуры неспроста и может говорить о том, что виновнику аварии пытаются смягчить и так условный приговор, еще и досрочно вернуть водительские права. Поговорить с самим водителем нам не удалось, от прессы он упорно скрывается. Мария Глушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. Громкую мировую телепремьеру ожидают в сентябре поклонники реалити. Такого на телевидении еще не было, пестрят анонсы. Все дело в том, что в шоу снимаются миллиардеры. Богатые, знаменитые выходцы из постсоветского пространства, живущие в Лондоне. Программа так и называется, Meet the Russians, то есть знакомьтесь русские. Оксана Кундеренко узнала, в этом проекте участвуют не только русские, но и кое-кто из Украины. В этом неприметном офисном здании на западе Лондона расположено британское отделение американской компании Fox. Впервые в истории заокеанские продюсеры решили нанять европейскую съемочную группу для телевизионного шоу. И все потому, что в США, да и собственно во всем мире, огромный интерес к жизни русских богачей. Они изменили лицо британского футбола, обогатили несметное количество адвокатов и вообще задали новые стандарты роскошной жизни. Эту жизнь во всей красе обещают показать по телевидению. Правда, пока секрет, что именно будет в телешоу, журналистам выдали только короткий пресс-релиз. Встречайте русских! Это абсолютно новое шоу, снятое без предварительного сценария и призванное расширить нашу аудиторию. Сначала программу покажем в Великобритании, а затем и по всей Европе. Вместе с пресс-релизом представители компании прислали нам одно единственное фото. К всеобщему удивлению, на нем оказалась украинская пара. Хамалия и Мохаммад Захур стали заглавными героями телешоу. Первую серию мы увидим именно о них, но что именно покажут, держится в тайне. Ходили слухи, что певица с супругом будут купаться в шампанском, но сама Хамалия этого не подтвердила. Нет, мне ни разу не приходилось сниматься в том, в чем мне не хотелось. Все брали реально с моих увлечений, то, чем я занимаюсь в обыденной жизни. То есть ничего не было придумано абсолютно. Роскоши в реальной жизни Камали не занимать, чего стоит только загородный киевский особняк с экзотическими животными. Всем обеспечивает любящий муж, миллиардер Мохаммад Захур. Ради Камали ранее непубличный бизнесмен согласился раскрыть тайны своей частной жизни. Я единственный человек, наверное, был в проекте, который работал бесплатно. А у Камали был гонорар, который, к сожалению, не можем разглашать. Ну и главное, чего нельзя разглашать, это личности остальных участников шоу. Среди анонимных крезов супербогатый финансист, ставший коллекционером предметов искусства, российская супермодель и русская Виктория Бекхэм со своим мужем-футболистом, а еще фэшн-фотограф по имени Дмитрий, который переехал из Москвы в Лондон и нынче состоит в счастливом браке с британским нейрохирургом. Словом, личности незаурядные. Увидеть их смогут зрители не бесплатно, поскольку в большинстве стран телеканалы группы Fox доступны по подписке. Оксана Кундеренко, Ирина Смирнова и Сергей Дубинин. Подробности британское. Бюро телеканала Интер. Ректор Мельник больше не в наручниках, теперь он с браслетом, специальным, который позволяет отслеживать его передвижение с помощью спутниковых технологий. Напомню, задержанный по подозрению в вымогательстве и получении взяток 40 и 80 тысяч гривен, ректор налогового университета ранее содержался под домашним арестом. Его караулили милиционеры. А теперь всего лишь один инспектор будет следить, где и на каком маршруте Петр Владимирович. В суде, больнице или на допросе. Клюи выиграл, Яценюк проиграл. В суде, Печерском. Там сочли информацию о том, что секретарь РНБО является организатором провокаций на демонстрациях 18 мая, на чем настаивал лидер Батьковщины недостоверно. Адвокаты же Яценюка уверены, суд не удовлетворил ни одно ходатайство защиты и не вызвал свидетелей, которые могли бы подтвердить заявление их клиента. Но извиняться ему не обязательно. Достаточно озвучить решение суда в Верховной Раде. Пять лет зыбкого мира после пяти дней войны России и Грузии за Южную Осетию. В этот день, 8 августа 2008 года, грузинские войска столкнулись с российскими, пытаясь свернуть утраченные северные территории. В результате сотни погибших и тысячи беженцев. О цене той войны в сюжете Руслана Ермлюка. Ему пришлось строить себе дом заново. Несколько лет жил в палатке, только недавно перебрался с семьей под крышу. Во время войны, ну, град попал в наш дом. И, ну, полностью разрушены были. Людей с похожей судьбой от Схинвали тысячи. Город, пострадавший во время обстрела, пять лет назад, не восстановлен до сих пор. Ну, что тут, конечно, нельзя. Нателла показывает свою квартиру на восьмом этаже. В стенах зияют дыры. Этот дом тоже еще не успели отремонтировать. Денег в бюджете республики катастрофически не хватает. Бюджет, это практически от 97% помощи, 93% помощи Российской Федерации. Эти многоэтажки во время войны оказались на линии огня грузинских танков. Это огня ли на войне? Такое заявление командир Объединенных Миротворческих Сил в Южной Осетии Марат Кулахметов сделал ночью 8 августа 2008-го, после того, как первые снаряды упали в городе. Для российских солдат это стало полной неожиданностью. Поначалу они просто растерялись. Инициативу по обороне Цхинвала взяли на себя ополченцы. У нас все под контролем в данный момент. Пять дней и пять ночей мирные люди по обе стороны границы, и в Южной Осетии, и в Грузии, прятались в подвалах или уходили с обжитых мест. Многие так и не смогли вернуться домой. Эта женщина – этническая грузинка, бежавшая из Осетии навсегда. Дверь открытая, уходи, все оставь, то, что я 60 лет там жила. Одинаковые небольшие домики на окраинах Тбилиси. Здесь ютятся беженцы. Во время войны свои земли в Осетии бросили более 15 тысяч грузин. О тех августовских событиях они вспоминать не любят. Впрочем, как и осетины. Ведь для одних это поражение и горечь утраты, для других – победа, за которой последовало разочарование. И хотя после войны прошло уже пять лет, отношения между Цхинвалом и Тбилиси так и не наладились. Даже после того, как партия Саакашвили потеряла влияние в Грузии. Мы должны делать очень осторожные шаги и не допускать ошибки. Чтобы, когда созреет ситуация для начала процесса восстановления доверия, чтобы у абхазов и осетин против грузин и грузии не были аргументов. Скажем так, официально никаких отношений между властями Южной Осетии и Грузии нет. Мы с ними встречаемся только, повторяем, на уровне женевских дискуссий. И попытка вернуть утраченные земли силой не увенчалась для Грузии успехом. А пропасть между некогда братскими народами стала еще глубже. И если прежде их земли разделяли всего лишь приграничные столбы, то теперь там натянута колючая проволока. Руслан Ермолюк, Василий Минощиков, подробности, телеканал Интер. В Киеве открыто движение по тоннелю под почтовой площадью. Подробности далее, кроме того, вы увидите. Сегодня Горловка обращалась с погибшими во время аварии на химическом предприятии «Стерол». Пятерых сотрудников, которые стали жертвами внезапного выброса аммиака во вторник, хранили на разных кладбищах города. Все расходы по организации траурных мероприятий взяло на себя предприятие. Ирина Исаченко продолжит. Последний путь бригадира монтажников Виктора Горбунова и его подчиненного Вячеслава Олейника провожали более ста человек. Прощаясь с сотрудниками, председатель правления концерна «Стерол» не смог сдержать слез. Сегодня в реанимации Горловской больницы скончался еще один пострадавший в аварии. Из-за тяжелого состояния его не смогли отправить в Донецк. Здесь в отделении интенсивной терапии проходят лечение еще 8 человек. Их состояние врачи оценивают как средняя степень тяжести. У них поражены верхние дыхательные пути. Прогнозы были приятные на данный момент. Небольшой кашель, да и все. И вот это лицо разбито так. Ну и чувствуется, что переохлаждение нижней части. После выписки из больницы все пострадавшие пройдут курс реабилитации в здравницах за счет предприятия. Также за счет «Стерола» будет проведена модернизация систем аварийного оповещения. Мы конкретные выводы сделали с этой ситуацией. На концерне «Стерол» будет разрабатываться самая новейшая система оповещения, которая на сегодняшний день как можно больше будет предупреждать аварийные ситуации. На самом химопредприятии «Стерол» ровно в 3 часа дня память погибших почтили минутой молчания. Ирина Исаченко, Олег Подоприхин. Подробности телеканал «Интер» Донецкая область. В Донецкой области сегодня произошла еще одна авария. На этот раз в Янакиево. Четверо рабочих отравились угарным газом на местном металлургическом заводе. Произошел выброс доменного газа. Все они в больнице. Двое в тяжелом состоянии. Более подробной информации пока нет. «Вас нужно лечить!» – так решила запорожская эфемида, принудительно отправив в психиатрическую больницу местную активистку Раису Раченко. Больше двух недель 70-летняя пенсионерка провела в закрытом лечебном учреждении. Как оказалось, незаконно. Раченко уверена, укрятав клинику, ее хотели убить. Кто и за что, выясняли наши корреспонденты. 70-летняя Раиса Раченко – этакий собирательный образ политического узника в Запорожье. Ее популярность возросла после решения райсуда. У Раченко психическое расстройство и ей необходима медицинская помощь. Мол, бабушка избила во дворе дворника. Скорая увезла ее из зала заседаний. Областная психиатрическая больница. Именно сюда, по решению суда, Раису Раченко направили на принудительное лечение. За этими решетками пенсионерка провела 16 дней. Она представляла опасность, утверждают медики. В больницу женщину привезли в возбужденном состоянии. Подлечили и отпустили. Это и уколчики были, и таблеточки были. То есть две лекарственных формы. То есть и уколчики. Сначала были уколчики, потом таблеточки. Лечили Раченко в закрытом отделении. Отчего пенсионерка так и не поняла. Даже после выписки. Не могли узнать этого и журналисты. Оказавшись на свободе, Раченко пошла в апелляционный суд. Тот постановил, женщину упекли в психушку незаконно. За всем этим внимательно наблюдала уполномоченная по правам человека. Сама Раиса Радченко уверяет, история с психиатрической лечебницей не что иное, как попытка городских властей расправиться с ней. За то, что я юридически, не с драками, как мне приписали, а юридически борюсь с ними о неправовых действиях, о невыполнении их прямых обязанностей, о растрате денег бюджетных в особо крупных размерах и по коммунальным услугам. Городская власть не борется со своими оппонентами сталинскими методами. Мы живем в демократической стране и в демократическом городе. И мы в это свято верим. Теперь Раиса Радченко намерена судиться с теми, кто упрятал ее в психиатрическую клинику. И готова пройти еще одно независимое медицинское обследование, чтобы понять, зачем ей делали уколчики и давали таблеточки. Сергей Бордюжа, Игорь Воробьев, подробности, телеканал Интер, Запорожье. Сегодня в Киеве открыли движение по самому большому столичному тоннелю. Это часть развязки на почтовой площади. Подземный переезд длиной 156 метров разгрузит центральную часть города. В ГАИ, надеясь, благодаря тоннелю в этом месте станет меньше аварий. Завершить реконструкцию развязки обещают до конца года. Здесь дополнительно будет еще положен в конце всего проекта этой развязки еще один слой асфальта чистовой. Это будет сделано комплексом после выполнения всех конструкций. Таких еще объектов такой сложности в Киеве не строилось. Это первый такой объект. Поэтому очень приятно, что несмотря на все сложности, он близок к завершению. Экономия или безопасность? В Киеве никак не могут побороть торговлю возле станции метрополитена и в подземных переходах. Продукты здесь действительно дешевле, но продают их прямо с пола, без документов и сертификатов. Отравление лишь малая опасность, предупреждают метрополитени. В случае пожара успеют ли все выбраться на поверхность? Подробнее Алена Центила. Пройти к станциям метро непросто. Люди лавируют между киосками и лотками. А вот машина скорой помощи не помещается. Мешает. Раньше было свободнее, а сейчас все забито. Киоски должны стоять за 20 метров от входа в подземку. Тут куда меньше, но город администрация разрешила, показывают продавцы. Почему, чиновники нам объяснить не захотели. А вот Максим захотел продавать кофе в трех метрах от входа в метро и поставил палатку без разрешений. Дозбу не маркет. А я к стуле-теф. Не знаю, я так просто стою. Чем не беспешим? Пассажирам просто не хватит места, объясняют в метро. Торговцы и ларьки могут стать причиной трагедии. Ведь в случае пожара или какой-то другой чрезвычайной ситуации, ни пассажиры из метро вовремя выйти не смогут, ни пожарные с медиками сюда никак не подъедут. Продавцы о запрете знают, ведь мгновенно собирают товар и исчезают, едва завидев камеру. Но думают не о пассажирах, а о себе. Работу где мне взять? 54 года. Расскажите, пожалуйста. Где мне можно заработать деньги? Ну а что, а как вы думаете? Ну а кому тут нравится? Это, конечно, вынуждено. И в хорошей жизни. Опасные стационарные ларьки в подземных переходах. Разрешение есть? Места не хватает. На станции Дружбы народов киоск перегородил почти треть прохода. И таких в столице десятки. Настолько достало, что людям нет, как пройти. Особенно это же не час пик. А в час пик тут абсолютно нет, как пройти. Специалисты настаивают, когда разрешали устанавливать киоски в переходах, должны были советоваться с архитекторами, а не с коммерсантами. Все переходы планировались не для торговли, а для руха пассажиров. В метро разводят руками. Торговцев не штрафовать не могут, не выгнать. Одна надежда на милицию. В милиции, уверяют, борются как могут. С начала года штрафовали 600 человек. А вот местные чиновники признаются бессильны. Целую комиссию создали, которая киоски демонтируют, помогает, но ненадолго. Единственный выход конфисковывать ларьки и увеличить штраф до 85 тысяч гривен, уверены чиновники. С этим предложением пошли в Верховную Раду. Там, думают, уже третий год. Алена Сынкилла, Сергей Коваль, Вадим Ревунг, Геннадий Аникиенко. Подробности телеканал Интер. Искали грибы, а нашли схрон времен Второй мировой. В лесах Житомирской области две женщины наткнулись на склад немецких боеприпасов. Разбираться с опасной находкой позвали профессионалов. Обезвреживать старые прожавевшие снаряды и мины для саперов дело почти обыденное. Но в этот раз им пришлось проявить особую осторожность. Почему, расскажет Евгений Анаприенко. Потрывная огонь! Только что уничтоженные снаряды пролежали в земле более 70 лет. Немецкие зенитные орудия калибром 37 мм. Осколочный фугасный снаряд. Плюс несколько бронебойных. Все датированы 40-м годом прошлого века. Находка редкая, говорят саперы. Это первый раз я натрапливал на такие интересные снаряды. Нашли их в глухом лесу под Житомиром. На месте, где в 42-м стоял немецкий зенитный расчет или был склад, точнее сказать, уже нельзя. Связываться с этими взрывоопасными незнакомцами не захотел даже черный археолог. Скорее всего, это он их нашел, предполагают в МЧС. Их аккуратно сложил в яме. Вот только возвращаться вряд ли собирался. Снаряды буквально вросли в землю. ЗИЛ саперной бригады с трудом продирается сквозь чащу. Хотя женщина, которая и сообщила спасателям об опасной находке, приехала сюда на велосипеде собирать грибы. Я ей тоже питал, как вы сюда добираетесь. То есть это далеко. Она сказала, что мне так проще. И это здоровье. То есть не машина, а велосипед. Сергей первый, кому женщина показала свою находку. Поступила как сапер-профессионал. Место огородила ветками. И хотя добыча небольшая, да и сами снаряды с ладонь бойцы в бронежилетах и касках переносят боеприпасы аккуратно. Потом еще и перестраховываются. Местность проверяют металлоискателем. И вот все 25 снарядов в ящике с песком. С виду грязные и ржавые. Но стоит протереть, и будут как новые. Высокая была культура. У меня есть техническо-инженерная. И плюс в основном все взрыватели из цветных металлов. Находку вывозят в поле. ЗИЛ отъезжает на 200 метров. Ближе нельзя. Схема простая. Яма, заряд стратила, подрыв. Остаются лишь осколки. Ну, это возле воронки все было. Клубы пыли и дыма высотой с пятиэтажку. Ошеломляет. Но не саперов и не такое видали. В телефоне, на память, до сих пор лучшие кадры. Евгения Наприенко, Максим Соколик. Подробности, телеканал Интер, Житомирская область. Президент Сирии жив-здоров и вместе с мусульманами всего мира отмечает окончание священного месяца Рамадан. В Россию пришла большая вода, топит при Амуре и Дальний Восток. А в подземку американского Нью-Йорка заплыла акула. Все эти события в коротком обзоре. Целый невредим телевидение Сирии показало кадры, на которых президент страны Башар Асад посещает мечеть в Дамаске. Глава государства жив-здоровью в хорошем расположении духа. Это видео-ответ на сообщение о покушении на Асада. Ранее сирийская оппозиция заявила, что по пути в мечеть боевики отстреляли его кортеж ракетами. Хлопот у сирийского лидера хватает. СМИ сообщают, что Саудовская Аравия предложила России ряд экономических преференций и крупных сделок на сумму 15 миллиардов, если Москва ослабит поддержку режима Асада. Четкого ответа пока нет. Мусульмане всего мира отмечают окончание священного месяца Рамадан. Праздник Идаль-Аль-Фитр или Уруза-Байрам знаменует окончание поста. На утро после Новолуния миллионы приверженцев ислама совершили в мечетях торжественный намаз. В этот день разрешается есть с утра. Эдакое разговление по-мусульмански. ЧП в Преамурье и на Дальнем Востоке. Здесь наводнение. Полторы тысячи россиян пришлось эвакуировать. Уровень воды в реках Амур и Зея растет. Это результат ливней. Метеорологи предупреждают, погода в пострадавших регионах в ближайшее время вряд ли изменится. И люди должны быть на чеку. Босс сицилийской мафии, скрывавшийся почти 20 лет, задержан в Лондоне. Доминик Аранкадоре пока его безуспешно разыскивали на родине карабинеры. Женился на Британке, основал турфирму и жил в роскошной усадьбе. Мафиози, как считают полицейские, главарь Козаностр в городе Трабия на Сицилии. В начале 90-х его заочно приговорили к 7 годам тюрьмы. Британия готовится выдать крестного отца итальянским властям. Необычный пассажир в метрополитене Нью-Йорка нашли мертвую акулу. Рыба длиной более метра лежала в вагоне под сиденьями. Опасности она не представляла, и пассажиры стали фотографировать хищницу. С билетом на метро, банкой напитка и сигаретой в челюстях. Фотосессию закрыли сотрудники метрополитена. Они же и выясняют, как акула попала в подземку. По одной из версий, рыбу могли подложить сотрудники телеканала Discovery, чтобы прорекламировать цикл передач об акулах. Впрочем, телевизионщики уже заявили, это не их рук дело. Затем Лугнова Анна Гороженко. Подробности телеканал Интер. Новый виток арабо-израильского конфликта теперь в виртуальной плоскости. Арабские хакеры пытаются нарушить систему управления еврейского государства. На киберджихад Израиль ответил созданием специального подразделения. За войной хакеров наблюдает Сергей Ауслендер. На этом курсе молодого бойца не учат стрелять или бросать гранаты. Их оружие – мощные компьютеры, способные защитить армейские системы от проникновения извне. Хакерские атаки на сайте Министерства обороны стали повторяться настолько часто, что армия больше не может игнорировать эти угрозы. От компьютеров уже очень многое зависит. Например, сводки погоды для авиации или снабжения войск на поле боя. Проблема не в том, что проникнув в наши сети, хакеры запустят баллистические ракеты. Нет, это как раз невозможно. Но вот похитить данные десятков тысяч военнослужащих или устроить сбой в логистике вполне реально. Кибербатальон – так в шутку называют новое подразделение по борьбе с компьютерным терроризмом, которое создано в израильской армии. При отборе туда физические данные значения не имеют. Тем, кто на гражданке не отрываясь сутками сидел у компьютера, сюда прямая дорога. Юные хакеры, даже те, кто имел из-за этого проблемы с законом, надевают форму. Армия обороны Израиля готова к этой войне достаточно хорошо. И начала подготовку не сегодня, а уже достаточно долгое время ведется подготовка к этой войне с учетом усиления наших врагов, наших противников в этом киберпространстве. В киберпространстве идет война. В наше время уже не надо взрывать железные дороги. Киберпартизанам достаточно проникнуть в систему управления транспортом и создать на дорогах невообразимый хаос. Вся банковская, мировая финансовая система работает исключительно на компьютерах. Транспортная система управляется компьютерами. И, разумеется, защита этих систем уже давно вышла из любительского уровня и стала профессиональной заботой спецподразделений, включая армейские спецподразделения. Некоторое время назад неизвестные хакеры взломали интернет-ресурс крупнейшей израильской авиакомпании «Эляль», обрушили сайт Тель-Авивской биржи и пытались проникнуть во внутренние системы банков. Себя они называли палестинцами, так что уже можно говорить о том, что арабо-израильский конфликт перешел в новую фазу. Виртуальный. Впрочем, как выяснилось, боевые действия из виртуального пространства вполне можно перенести в реальность. В 2010-м вирус «Стакснет» нанес серьезный вред иранской атомной станции в Бушерии и повредил центрифуге для обогащения урана. Это был первый случай в истории, когда при помощи компьютерной программы удалось нанести реальный физический ущерб. Ни одна официальная структура Израиля тогда не взяла на себя ответственность за создание первого в мире боевого компьютерного вируса. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала «Интер». Ребенок-богатырь. В клинике Испании на свет появилась девочка, вес которой превышает 6 килограммов. Это почти вдвое больше стандартных показателей. Ее мама, 40-летняя британка, родила сама без хирургического вмешательства. Женщина предполагала, что ребенок будет крупным, но не ожидала, что настолько. И роженица, и малышка чувствуют себя хорошо. Скоро их выпишут домой. Таким был четверг. Желаю хорошего завершения дня. До завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова